Так сколько же стоит данная защитная конструкция? Ставьте лайк, сохраняйте это видео, вам точно будет интересно. Чтобы развеять все сомнения и узнать чуточку больше, мы поехали на производство, где изготавливают защитную сетку разной плотности и не только для агрокультуры. Но нас интересовала исключительно данная тема. Так как от вас поступает масса запросов укрыть черешню от дождя, грады и птиц, укрыть яблоки, груши и другие культуры от солнечных ожогов, понятное дело, что Европа впереди планеты всей, уже давно изучают данную тему и, конечно же, нашли решение. В предыдущих видео я вам показала разные варианты для черешни и других плодовых культур, разные конструкции, но эффективные. В зависимости от ваших потребностей решение всегда можно найти. Ну а сейчас о самом производстве той самой сетки. Как я уже говорила, самое эффективное – это черная сетка. В нее добавляют определенный состав полимера, где она служит долгую-долгую службу. Она достаточно эластичная и только одна нить выдерживает нагрузку до 4,5 килограмм. А вот нагрузка на один клипс в соединении выдерживает нагрузку до 80-90 килограмм. И в случае перенагрузки по весу клипсы просто раскрываются и ваша конструкция в случае аномальных ситуаций всегда будет спасена. Производство изготавливает не только сетку, но и аксессуары к ней и дает дополнительную гарантию на 10 лет. Ну а как показывает опыт, что служат они долгие-долгие десятилетия. И исходя из ваших потребностей, могут изготовить разную ширину сетки и также длину, исходя из вашего ряда. Ну а теперь вернемся к стоимости. Включая столбики, наконечники, проволоку, разные необходимые аксессуары и саму сетку, вам проект на один гектар обойдется в 20 тысяч евро. Как вы считаете, проект можно реализовать? Тем более он прослужит вам долгие десятилетия. И куда и к кому обращаться, вам уже точно известно. Тем более мы работаем только с лучшими производителями. Ну а от вас, конечно же, лайк, комментарий, сохранение этого видео. И с вами была, как всегда, я, Татьяна. И встречаемся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok